Некоторые дворы жилых домов в Бельцах до сих пор не очищены, а лёд доставляет немало проблем горожанам. За последнюю неделю 51 человек обратились в больницу после того, как подскользнулись на льду, а 7 человек были госпитализированы серьёзными переломами. Плохо? Не видно? Очень плохо? Не очень. Посыпают, конечно. Люди стараются, которые понимают людей, именно стариков. Но хотелось бы лучшего. Когда идёт дождь, и потом идёт снег, и опять дождь, то, конечно, скользко. Я так думаю, что если уже ты хозяин своего дома, а я так думаю, что представители города Бельц должны считать, что это их дом, ну и нормальный человек старается сделать всё очень хорошо возле своего дома и в своём доме. Недостаточное количество работников, отвечающих за очистку дорог во дворах, становится причиной неравномерного распределения антискользящего материала и задержек по уборке снега. Нормально. Ничего плохого не могу сказать. Как бы неплохо. Они тоже ждут, когда немножко подтает, потому что это тоже не дело тратить это самое, бестолку стучать и ничего нет. Стараются люди. Ну и спасибо им. Их не так уж и много тоже. Примар города Бельц отметил, что сотрудники муниципальных предприятий активно работают над улучшением ситуации и обеспечением безопасности жителей. Да, есть претензии. Да, я понимаю, что все люди хотят, чтобы быть в лесу, чтобы быть в лесу непрятен и не в лесу. Не в лесу. Я хочу, чтобы все люди понимали, что здесь в лесу. Я хочу, чтобы все люди понимали, что в Бельц ситуация техника, или связи с техникой этих предприятий муниципальных предприятий, это грея. И мы, с теми, что мы делаем, мы делаем в лесу. Сегодня мы говорим, что Бельц это единственный город из Молдова, который эвакуировал запады из города, когда в других городах мы думали только о куражении их дороги. За последние 24 часа, 9 человек обратились за медицинской помощью, подскользнувшись на льду. Редактор субтитров А.Семкин